Самый лучший сервер сам, он как антидепрессант, заходи сюда быстрей и rollplay, rollplay Приветствую все хоумики. В общем, проекты Вольф приготовил для нас достаточно серьезное обновление. Я посмотрел официальный обзор и вы также можете оценить, вредя в новостную группу ВКонтакте, официальный паблик, неважно. Суть в том, что обновление писалось достаточно долго и оно вышло довольно масштабным. Мне бы хотелось рассказать о нем детальнее. И поэтому сейчас по каждому пункту мы технично пройдемся. Первая система связана с армией Сан-Фьера, авианосец. Вкратце, что сюда завезли. Добавили систему загрузки материалов на склад фракции. То есть теперь в СФА не придется просить кого-то, ждать, когда там ВА загрузит им склад. Можно самому сесть в катер и начать загрузку материалов на склад. Добавили три дока по два катера. Сам процесс начала загрузки аналогичен той, которая была связана с вертолетами. Место загрузки осталось прежним. Вместимость катера 20 тысяч материалов. Их можно доставить в один из доков военной части. Или же выгрузить на лса и за это получить 250 вирт. Бандитам теперь доступна функция покупки формы. Купить ее можно в любом АМА. Ее стоимость составляет 25 тысяч вирт. Купить можно не более двух наборов. Но не забывайте, что форму можно положить в свой или семейный сейф. Сразу же хочу сказать, что ПДшникам была добавлена функция при обыске снимать с вас военную форму. Понятное дело, что все это будет происходить в рамках РП. Надели форму и теперь мы можем грабить склад армии эссе. Садимся в катер, начинаем загрузку и бежим ворвать ящики с патронами. В одном ящике тысячу материалов. Спокойненько берем ящик и несем его к метке. Только не надо спрыгивать, а то уронить его. И здесь необязательно загружать все 20 коматов. Можно в любой момент приостановить процесс загрузки. Следом была реализована система погони. И не просто так добавили немного маппинга и пару вышек. Они точно пригодятся армейцам. И если кто-то заметил проникновение, он быстро доложит об этом в рацию. И уже следом за грабителями начнется погоня. Суть такова. Если нанести дамаг по катеру, то из него будут выпадать ящики с патронами, которые армейцы смогут вернуть на базу. За каждые 150 единиц дамага выпадает ящик на тысячу матов. Для самой фракции я считаю это реальная движуха, потому что здесь появляется дополнительная ветвь актива. Это и новые посты, и взводы и так далее. Проявляйте фантазию. А если б уже бандитам удалось оторваться от армейцев и украсть у них материалы, то у любого причала их можно будет загрузить уже непосредственно в саму фуру и доставить на склад. Внимание! Фуру могут разгружать не только бандиты, но и байкеры. На район Вагас было добавлено более 20 новых домов. Два В-класса по 5кк, два С-класса по 1,5кк. Все остальные Д-класса 500к. Ну и парковка у них тоже солидная. Надеюсь, комфортно будет всем. Следующая система, она уже есть на некоторых проектах, но здесь она сделана достойно и явно лишней будет. Это корни от играунда, системы раскраски граффити. По всему гетто было добавлено 20 стен, которые можно раскрасить, и тем самым вы покажете влияние вашей банды. Покупаете баллон с краской, сразу 1500 единиц до 1 кавирт. Дороже поставить цену владельцы магазина не смогут. На покраску нужно не менее 500 единиц, то есть одной покупки вам хватит на 3 покраски. Подходите к стене, нажимаете один раз на альт, и тут вылезает мини-игра со стрелочками. Сначала рисуется первый слой, а затем финальный, второй. За каждую покраску и перекраску вы получите 750 верт и более. Ну и также 5 единиц опыта к скиллу райтера. Проверить скилл можно командой R-Skill. А вот он как раз и влияет на вознаграждение. Поэтому, если будете делать ошибки в мини-игре, то у вас будет отниматься опыт. У других бандитов тоже есть возможность перекрасить граффити. Только сделать они это смогут спустя 10 минут с момента покраски. Если граффити на стене отсутствует, то мы оформляем его с нуля. Очень красиво реализован у этих здраво. Вот прям пушка. А за каждую покраску ваша фракция в Payday будет получать по 5000 верт в банк фракции. Вне зависимости от того, сколько граффити в данный момент у вашей банды. Так, следующая система. А тут уже статистика каптов подъезжает. Обновили внешний вид счетчика войны за капты. Тут присутствует 3 счетчика и он регулируется настройками. То есть можно оставить такой, какой вам по душе. Первый. Вся статистика. Тут еще добавляются лучшие стрелки за капт. Второй вид. Свой и общий счет. Отображает фраги двух сторон и вашу статистику. И вы плюс дамаг. И третий. Только свой счет. Он отображает фраги двух сторон. Данный счетчик убийств полностью оптимизирован и не должен вызвать просады фпс. Как только заканчивается капт, в чат выбивает сообщение, где указан лучший игрок по киллам и по дамагу. Литва мэфия. И тут также еще появляются команды для просмотра итогов войны. Капт статс теперь выглядит вот таким образом. Информация отображается в приятном окне с более подробной информацией. Тут все есть. Килы, смерти, наносимый дамаг, ваш криминальный рейтинг и полученный прогресс за прошедший капт. Всего с каждой стороны выводится по 7 лучших стрелков. И по центру ваша персональная статистика. Короче, появляется топ-15, которые сортируются по количеству полученных очков прогресса. Ну и варстатс такой вот скромненький. А пока я иду к нашему заветному месту, где я буду оставлять свой промокод. Мы переходим к следующей системе. На УГ был добавлен новый общий режим. Тут добавили еще одного NPC-бота, который отвечает за организацию боев. Чтобы участвовать в этих боях, мы должны состоять в криминале. Нам предлагают 2 арены, АВП Индия и АИМ Юсп. Пока добавили 2 карты, но думаю будут добавляться и новые. Тут также есть список топ-10 стрелков за все время. Хотите показать свою скиллуху? Не нужно деймить у притона и писать, что челик 0, нулина. Заходи в этот режим. Здесь ты можешь выбирать любой комплект гана при спавне. Если нужно сменить локу, пишешь ченк мап. Если нужно выбрать новый комплект, пишешь ган. Все, тащи. Тут можно поднять скиллуху и не быть сливным на коптах. Но сами скиллы прокачать здесь, увы, не выйдет. Напоследок хочу сказать о таких обновлениях. Первое, это система званий для криминала. В саму криминальную статистику заносится информация о том, как много игроков вы убили во время идущей войны за бизнес или территорию. А также сколько раз погибли и нанесли урона. Исходя из этих расчетов, также рассчитывается ваш средний показатель соотношения убийств и смертей за все время и за последнюю войну. Саму статистику мы можем посмотреть командой CrimeStats или сокращенной CareStats. Также тут выдают награду за каждый полученный новый ранг. Всего можно нафармить 840 коинов. И если переводить эти коины в верты на момент Х2, то мы им получим около 5,5 миллионов. Если вам не нравится ваша статистика, ну например насобирали там 500 смертей на 100 киллов, дабы не бросать аккаунт на произвол судьбы, есть возможность сбросить статистику за 400 коинов. Ранки шкала прогресса не обнуляется, поэтому повторно получить награду за каждый ранг вы не сможете. По второй в системе уже был небольшой спойлер. Это система LeaderMenu. Команда LeaderMenu, а также добавили команду OffGiveRank, то есть лидер теперь сможет в оффлайне понижать или повышать игрока. Система LeaderMenu предназначена для лидеров всех фракций на сервере. Теперь лидер сможет полноценно влиять на функционал своей фракции. Он может выставлять ограничения на взятие машин по рангу, на взятие скинов, на взятие материалов со склада, выставлять возможность использования команд Invite, Uninvite, GiveRank. Получается, лидер теперь сможет выдавать дополнительные функции для своего старшего состава. Также у лидера появилась возможность выдавать муд игроку в чате своей фракции при помощи команды Fmude. Это была первая часть обновлений. Не получилось в этом видео захватить изменения, касаемые Мэрии, ЛВА, новой системы ограбления домов, но об этом обязательно расскажу уже в следующем видео. Ну и насчет дополнений, были полностью обновлены интерьеры всех пяти банд. Во время террой стрелы теперь нельзя нанести урон по своим. В момент спавна машины в ней выставляется 5 литров бензина. Над головой и в чат пишет количество взятых материалов. Убрано КД на использование наркотиков после смерти. Я считаю это одно из топовых дополнений. Также была добавлена возможность отключения названий семей над головой. Может кому-то и пригодится. Промокод Литва. Все по вописанию. Продолжение следует.